Леглайф М4К, друзья, сегодня мы завершаем цикл прогнозов на матчи чемпионата Турции. Мы, как я заявлял уже некаперский проект, мы делимся размышлениями на матчи, которые проходят на какой-либо из недели. Сегодня наше внимание приковано к матчу в Томборе, где Фенер Бахчи играет с Аланья Спором. Аланья Спор достаточно интересный клуб. В начале сезона клуб терпел два очень серьезных поражения 5-0-1-4 и потом начал делать работу над ошибками. Работа над ошибками была сделана достаточно скрупулезная. Сами судите, нечасто Абзона Спором. Победа на Голосарае, в гостях причем. В прошлой Турской с Эриспором сыграли 6-3. И, конечно же, клуб Куркмаза, который едет в Стамбул, может рассчитывать даже на победу. С учетом того, что Фенер Бахче проиграл в прошлый тур, Трапзону по своей вине был удален игрок. С учетом того, что Фенер в Лиге Европы выступил достаточно слабо. А слабо почему? Команда могла побеждать, но Валентий не забил пенальти. Было очень много нарушений. И, естественно, это все само по себе бьет по клубу, который играет в очень резком режиме, очень энергозатратном режиме. И, имея группу Олимпиакоса, там негде расслабиться. И поэтому сегодня будет достаточно интенсивная игра. И, конечно, Фенер будет идти вперед и пытаться прервать вот эту неудачную серию и тенденцию, которая преследует клубы, которые играют в Еврокубках и на этой же неделе, вернее, играют в разных чемпионатах и выступают достаточно слабо. Но я хочу поговорить не об этом. Я хочу привлечь ваше внимание к нарушениям правил, а именно к желтым карточкам. Для кого не секрет, что турецкий чемпионат достаточно грубый чемпионат. Он входит в шестерку одних из тех чемпионатов, где дается очень большое количество и желтых, и красных карточек. И, по моему мнению, самый оптимальный вариант на этот матч будет тотал желтых карточек и больше четырех. С одной стороны, Аланни Спор, который имел неделю отдыха, естественно, будет пытаться зацепить и урвать очки у Фенера. С другой стороны, Фенер Бахче, который играет, я еще раз повторяю, в энергозатратном режиме. И Виктору Пирейре не удается как-то серьезно ротировать состав. И команда часто нарушает правила и подвергается санкциям среди судей, которые обслуживают какой-либо из матчей Фенер Бахче. Будь то чемпионат, будь то международный вызов какого-то либо ранга. Тотал больше четырех желтых, но вы думаете сами, я еще раз повторяю, это не капельский проект. Мы увидимся с вами уже на следующей неделе. Будем разговаривать о футболе, о первых этапах по горнолыжному спорту и подводить различные итоги. Конечно, не забываем про нашу рубрику «Имя твое победитель». Если будут какие-то резонансные случаи на неделе, мы тоже их разберем и выскажем свое мнение. А вы не болейте, друзья, и одевайтесь теплее, и на улице уже становится холодновато. И это значит, что скоро придет зима, и она, естественно, все дороги спрячет. До свидания.